Ну что ж, Nucleum. Хит BoardGameGeek уже не первую неделю на первом месте по хайпу, по вниманию и интересу. И разумеется, как любитель хобби я не мог пропустить игру, которая столько интереса вызвала у самого большого международного сообщества любителей настольных игр. Что же это у нас за такой новый зверь и новый хит в евростроительстве? Это видео будет больше первым впечатлением, потому что сыграл я только одну партию и только на ТТС. И оно будет состоять из трех частей. Очень быстро, кратко, для кого эта игра и кого она может заинтересовать. Потом достаточно подробно расскажу, как она играется, какие там механики, как она работает, насколько я понял. Ну и в конце собственное мнение. Игру я заметил довольно давно. Да, даже поглядывал купить коробку, но она только-только начала поступать в продажу и, по-моему, еще даже в предпродажу. Поэтому пробовали ее вживую только те, кто получили по коробке Нессена, насколько я понимаю. В магазинах еще ее нету, но вот-вот появится. И поэтому, когда Сергей Трифонов предложил поиграть в эту игру на ТТС, при всей своей нелюбви к ТТСу, я согласился и с удовольствием провели мы пять часов. Да, первая партия была пять часов. Это было утомительно с физической точки зрения, но очень интересно с интеллектуальной. Так что большое спасибо всем, кто играл, и особенно Сергею, который нам объяснял правила и следил за нашей игрой. Надеюсь, всем было интересно в той или иной степени. Итак, для кого эта игра? Во-первых, если вы большой ценитель итальянской школы Евро, а это прямо очень такая выделяющаяся. Есть немецкая, есть итальянская, есть польская, вот которые такие характерные. Так итальянская, она очень характерная, ее сложно, наверное, описать, но ее очень легко почувствовать. Так вот, эта игра, прямо вот такое воплощение итальянской школы, вы чувствуете здесь нотки Смегистуса и Грандотель Австрии, и Браса, и Плотины. И все это, знаете, довольно хорошо работает, несмотря на то, что кажется, что подергали механики из всех других удачных игр вот такого евро-жанра. Да, есть какие-то свои находки, я постараюсь не забыть сказать. По крайней мере, одну очень интересную находку я здесь вижу. Про плашки действия, которые превращаются в дорожки. Это, по-моему, как раз одно из немногих реальных новшеств в этой игре. Кроме того, если вы вообще любите комплексные и интересные евро, тоже обратите внимание, игра очень хороша и гладко-гладко работает. Да, достаточно комплексная, достаточно сложная. Это не семейка, это для гиков, и хотя ее сравнивают с Брасом, Брас намного-намного проще, семейнее и больше имеет шансов зайти именно в такой лайтовый, среди любителей лайтового евро. Это евро очень жесткое, оно безрандомное, то есть чисто на умение строить цепочки взаимодействия между вашими, между компонентами игры. Такие игры не всем нравятся, если вы это любите, то обратите внимание, это один из новых лучших представителей такого жанра, где у вас есть количество действий совершенно безрандомные и определенные ресурсы, которые тоже безрандомно вам приходят, и все это вы пытаетесь построить в цепочку оптимальных действий на победные очки. В общем, если вы любитель итальянской школы, если вы любитель сложных, комплексных, безрандомных евро, обратите внимание, абсолютно классная игрушка, на мой взгляд. Теперь расскажу, как она играется, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь в послесловии и в моем каком-то мнении. Что мы здесь делаем? Сеттинг здесь не особо важен, но тем не менее он есть. Это альтернативное будущее с энергетикой, где уран открыли раньше, чем у нас, и он приходит на смену угольной экономике. То есть электричество у нас вырабатывается и от угля вначале, а потом подключается уран, который мы добываем. Сейчас на экране как раз наша закончившаяся партия в ТТС, поэтому можно увидеть, как выглядит поле к концу партии на троих игроков. На поле у нас есть города, которые очень абстрактно изображены такими цветными яркими пятнами. Среди этих пятен есть места для построек трех типов. Это заводы, научные здания и жилые помещения, а также есть шахты для добычи урана. То есть в игре мы будем строить. Кроме того, чтобы все это эффективно строилось, вам нужно коммуницировать. И вот эти дорожки вы строите между городами для того, чтобы ваши здания могли питаться энергией. Так как, чтобы перевернуть здание, а здесь активация здания отображается как раз как в брасе переворачиваем жетончика, вам нужно его запитать от электростанции. Электростанции здесь несколько, они разбросаны по карте и выглядят вот такими башенками. Причем, по-моему, в физической копии они тоже объемные, то есть хоть из картона. И они расположены в разных местах. И, соответственно, чтобы запитать электростанцию, вам нужно подвезти к нему топливо. Вначале это уголь, потом можно и уран. А вот потом по вот этим дорожкам подвезти это электричество к своим зданиям. Здание переворачивается, приносит вам бонусы, очки и тому подобное. Это вот то, что происходит на карте. Вы его застраиваете примерно как в брасе. Есть нюансы, есть забавные вещи. И когда я начинал играть, я начинал играть как в брас, но здесь немножко по-другому все устроено. Но тонкости, правила я не буду говорить. Они есть. То есть вы не играете во второй брас. И да, чтобы сравнение уже сразу закончить. Сам движок сильно отличается от браса. Здесь нотки браса есть, но движок очень сильно отличается, потому что там карточный рандомный движок. Здесь движок на плашиках действия. И про них, наверное, нужно сразу сказать, потому что это основа игры. У каждого игрока есть стартовые плашки действий. Вот они здесь валяются, но на самом деле они должны быть в руке. Их дается, по-моему, штучек пять в начале игры. И они слабые, сильные, разные. Очень важно именно подбирать это количество, подбирать ваши плашки, чтобы ваш движок не заканчивался. Для начинающих большая-большая ошибка неправильно подбирать плашки и израсходовать нужные на дороге. Потому что ключевая, наверное, фишка этой игры, которая не была в других играх, или, по крайней мере, я не знаю об этом, это то, что ваши плашки действия, это одновременно и ваши дорожки. То есть в какой-то момент вы можете либо выложить эту плашку себе в слот действий. То есть вот таким образом вы отмечаете, что вы сделали. И все, что нарисовано здесь, вы исполняете. Ну, про действия, в данном случае, вот это действие, запитывание энергии. То есть если у вас проложена от электростанции к вашему зданию дорожка, то вы можете вот этим действием ее запитать и перевернуть. Соответственно, в свой ход, если у вас плашки вот эти здесь есть, вы можете положить его на поле, назначить на него заведующего рабочего. Вот один из ресурсов, это рабочие, которые у вас здесь есть. И это будет ваша дорожка, которая когда-нибудь вам принесет связь между вот этими двумя городами. Теперь обратите внимание, что у каждого жетона есть цветовые полосы, которые означают дополнительный бонус при соединении. То есть когда вы выкладываете дорожку, вы тоже получаете действие, но только при условии, что цвет вашей дорожки совпадает с городом. То есть в данном случае я смог бы активировать снова электростанцию, причем с бонусом. И потом, когда дорожка полностью закончена, все это переворачивается и все, дорожка закончена. Ну определенный бонус за законченную дорожку тоже дается. Тут бонусы это всюду сыпятся, главное не забывать. И вот этот механизм, наверное, основная фишка этой игры, наверное, уже третий раз это сказал, который прямо ее делает особенной, потому что вы всегда находитесь в некотором противоречии. Вам нужно иметь большое количество плашек действия здесь. Почему важно их здесь иметь? Потому что кроме самих действий у вас есть треки дохода. Треки дохода тоже взяты из многих игр, это, понятное дело, у любой экономической игры они есть. И здесь есть несколько ресурсов. Это деньги, это рабочие, ну и победные очки, ваши навыки. Так вот, чем дальше вы качаете, допустим, вот вы докачали до суда, то в момент дохода вы можете вместо действия, то есть есть три вида действия. Это выложить плашку вот сюда. Это у нас выложить плашку вверх, в плашку действий. Выложить плашку отсюда в качестве дороги и получить бонусы за соединение между цветовыми этими пятнами. И третье действие это получить доход. Получить доход очень интересная вещь, тоже связанная, вроде бы, ну понятно, да, получаете, сколько продвинули трек. Но не все так просто. Вы получаете только до того момента, до куда у вас плашки положены. То есть в данном случае, если вы берете доход сейчас, то вы возьмете не 7, 3, 1 и 3, а возьмете только 5, 2 и 1, потому что плашек только здесь. То есть у вас постоянно такая дилемма. Вам нужно, с одной стороны, здесь много плашек, чтобы активировать, успеть вовремя активировать ваш доход и получить всю прибыль, допустим, если вы столько прокачали, то вот эта плашка, это вообще ни о чем. То есть если вы возьмете доход, то вы возьмете 5, 2 и 1. То есть вам нужно плашек этих положить сюда. Но пока вы плашки кладете сюда, вы не можете строить дороги. А не можете строить дороги, ваш движок не работает. Кроме того, если вы какую-то... Следующая дилемма. Если вы выкладываете какую-то плашку, давайте я накидаю здесь побольше для интереса. Вот, если у вас есть, допустим, много плашек, то когда вы берете ее, превращаете в дорогу, то вы теряете эту плашку на всю игру. То есть вы ее не вернете. Вот эти возвращаются. То есть в момент получения дохода вы получаете все, что здесь насобирали, плюс эти плашки обратно себе в руку. Эти действия у вас есть. Соответственно, если вы неопытный игрок, и вы скинули плашку, на которых есть действия, которых у вас больше нет, а оно вам надо, вы будете в тупике. В очень глупом и смешном тупике. Причем из которого выйти очень сложно. И иногда прям всю игру можно поруинить, если вы попадете здесь. Например, вы скажете, а эти плашки же кончатся, да? Но есть одно из действий, которое позволяет эти плашки брать. Вот здесь они у нас берутся. Вот эти плашки берутся здесь. Соответственно, одно из действий, вот такое колесико, позволяет взять плашки новые. А представьте, что у вас на плашках больше нету колесиков. Ну вот вы по глупости вот сюда положили, все, потратили рабочего. И все. Вы не можете ее отсюда взять. И так случилось, что у вас в руке больше нету плашек с вот этим колесом. И получается, вы ничего не можете сделать, потому что вы не можете эти взять штучки. Да, там есть выход из этого очень корявый, потому что есть одна универсальная плашка, которая типа любое действие, но очень неэффективная. Вот. Но из такого тупика вот вырваться будет очень неприятно. И поначалу вот такая кризисность, она очень интересная. То есть, основной, одна из основных таких вещей, которые здесь интересны, это то, что вы должны постоянно, хотя бы на несколько ходов вперед, думать, что вы будете делать, чтобы не попасть в такой вот экономический тупик игры. И она их делает. И это прямо вот эти две дилеммы, они прямо очень интересны. Какие плашки вы вводите, вам нужно, чтобы они были побольше, чтобы в момент дохода получить нужное количество. и при этом не потратить на дорогу ту, которая вам понадобится еще в будущем. Очень хорошее прогнозирование. Кроме этого, сам момент дохода, он обыгран очень и очень интересно. Это не просто вы собрали ресурсы, да, вы их собрали, но помимо этого, в момент сбора доходов у вас появляется еще один трек, который работает вот здесь сбоку. И в зависимости от того, сколько вы звездочек, это еще один странный ресурс, я не понял, что он обозначает по объяснению, но, видимо, что-то там тематически объясняется. Вы его получаете тоже с плашек действия, ну и с разных бонусов, отовсюду можно на самом деле получать. Вот здесь, допустим, вот эта звездочка, это один из ресурсов, который вам нужно качать. Так вот, в момент дохода, сколько вы успели накачать этих звездочек, там ваша звездочка и появляется. Допустим, там 7 накачали, вот оно 7. И этот множитель, он дает, помимо того, что дает победные очки в конце по целям вот здесь, он еще дает бонусы для активации, ну, короче, еще много всего интересного дает. Так вот, когда вы делаете доход, вам нужно еще учесть, до какого степени вы докачали вашу вот эту звездочную, звездочный трек. Чем выше получили, тем у вас лучше бонусы, и тем больше вы получите от короля. Потому что здесь, как в Гранд-Отель Австрии, в какой-то момент, когда все сделают первый доход, приходит король и смотрит на ваши успехи. Если вы справились хорошо, то есть ваш трек выше всего, то он дает вам награды. Тоже интересная такая механика, прям привет из Гранд-Отель Австрии, словил очень приятно. Одна из наших таких самых играбельных игр. И этот трек, ну, тоже важен, понятное дело, потому что дает вот эти бонусы с множителями. То есть чем выше забрались, тем больше множитель под данный бонус. Например, вот это у нас на строительство зданий. Если вы добрались вот до синего, то все ваши здания умножятся на 3 победные очки. Если сюда, то на 4. А если туда, то уже за шахты. Ну и так далее. Кроме этого всего богатства у нас есть технологии. Как в любой большой комплексной игре, должны быть технологии, которые оптимизируют ваш движок. И они здесь с трех уровней. И эти технологии получать довольно сложно. То есть где вы видите вот такой зеленый кружочек, с одним зеленым это одна, а технология 2, 2 и 3, 3. Чем сильнее, тем они, чем больше, тем они круче. Ну вот я построил почти все технологии. Ну, можно даже по иконографике очень легко понять, что они делают. Кстати, игра абсолютно незаконезависимая. То есть это прям как положено в хорошем евро. Вот, например, данная технология. Как только я выстраиваю дорожку, я получаю одну звездочку. То есть вот та звездочка, которая трек императора, так скажем, гоняет. Вот. Если я беру какой-то контракт, то тоже получаю по треку императора. В общем, вот это как бы увеличивает... То есть вот эта технология, они добавляют комбы. Когда вы все это вместе комбите, то иногда получается очень длинная и замечательная цепочка, прямо как в Трисмегистусе. Да, просто Трисмегистус. Когда я увидел механику контрактов здесь, меня прямо тоже флешбекнуло от Трисмегистус. Одна из моих таких любимых игр, которые комбятся прям великолепно. Одна из самых комбящихся игр, которые я вообще помню и знаю. Так вот, от Трисмегистуса здесь вот эта система, когда вы переворачиваете этот контракт, который запускает вам целую цепочку. Как получать контракты? Ну, контракты тоже получаются особым действием, вот таким желтеньким. Вы берете их отсюда, и они работают очень просто. Как только вы выполнили верхнюю часть, вам дается нижняя. Но, когда вы берете контракт, вы получаете бонус, который здесь нарисован. То есть, допустим, если у меня не хватает людей, а мне они позарез, я активирую взятие контракта, беру сюда, кладу его, он еще не выполнен, я получил человечка. Но потом, когда я выполняю, то есть, сверху я его просто активирую, освобождаю место для другого контракта и получаю то, что внизу. А внизу у нас интересный бонус. Помимо того, что это 6 победных очков, это еще возможность развить вторую технологию. И активируя вторую технологию, она может дать запуск еще какого-то эффекта и тому подобное. И у нас такая вот цепочка идет контрактов. То есть, поле, где вы развиваете, строите здание. Давайте про здание, раз уж так пошло. Зданий здесь не так много, как в Брайсе, но тем не менее, их три типа. И они в основном нужны для того, чтобы давать победные очки и давать какие-то бонусы. Соответственно, научные здания дают технологии. Мы тоже видим, что если вы построили это здание, запитали его энергией, то получите какую-то первую технологию первого уровня, второго, третьего. А здесь прогресс по треку любому на целых три сразу. В чем проблема зданий? В том, что они свои бонусы дают только тогда, когда мы их запитаем. И у каждого здания есть потребность в электроэнергии. И вот здесь тоже очень интересная механика, которая чем-то напоминает брас, чем-то энергосеть и тому подобные игры с логистикой. То есть, вы строите здание. К примеру, я вот построил вот это здание где-нибудь, где у нас тут место осталось. Не знаю, ну вот, вот здесь у нас можно построить. И я, в принципе, да, кстати, я так строить не мог, потому что здесь есть понятие своего пространства. И это должна быть либо дорога, либо соединенное здание. То есть, здесь я строить, в принципе, не мог, если у меня только нет технологии, которая позволяет строить в любом месте без своей сети. Но у меня такой технологии нет, она есть и другая. Кстати, технологии немножко асимметричные, и вы их выбираете в начале игры как, ну, как бонус первого игрока. Здесь нет лишних монет для третьего, четвертого игрока и так далее. Здесь у последних игроков есть преимущество выбора вот этих плашек технологий. Это тоже очень-очень любопытная механика. Тоже можно, наверное, в изюминки этой игры отнести. Так вот, допустим, если вы уже осознанно играете в эту игру, вы можете выбрать ту технологию, с которой вы хотите работать, и уже от них отталкиваться. Так что некоторая асимметричность тут есть. В общем, когда вы строите, к нему нужно подвести вот эту дорожку, причем от любой электростанции, а потом запитать столько электричества, сколько там написано. Причем уголь дает всего лишь одну элемент энергии. И уголь это платная штука, и он тоже очень интересный. То есть начальный уголь, он очень дешевый по монете за штуку. Когда вы его потратили, вы перевернули, у вас будет следующий уголь стоить 2 монеты. А если и это потратили, то следующий уже 3. И 3 это уже до конца игры, уголь будет 3. Но питать свои здания углем это прям очень дорого. Деньги здесь зарабатываются сложно. Поэтому в какой-то момент вам нужно будет иметь, хотеть иметь свой уран. Потому что уран, он дает 2 единицы энергии. Причем, если вы нарастите вокруг электростанции специальные вот эти насосные станции, я забыл, как они называются, какие-то усилители, то вы сможете запитывать от каждой электростанции кучу урана. То есть, допустим, если здание требует где-то 12 энергии, ну где вы ее возьмете с угля? А вот от сета электростанции, где есть 3 обогатительных станции, вы сможете сразу 3 урана загонять. А 3 урана по 2, это уже 6. Ну, соответственно, остальное там с бонусов отсюда, от своих способностей, еще откуда-то. В общем, вот эти здания, которые требуют очень много электричества, их запитывать, ну, очень сложно. Причем, иногда это прям задание-задание, что даже есть контракты чисто на запитывание здания вот 4 уровня. И все это в комплексе дает такую головоломку логистики здесь, оптимизация действий здесь и развитие своего планшета вот здесь. Огромное количество еще нюансов, которые я просто не рассказал. Да, потому что, например, вот здесь, когда вы строите шахту и обогатительную станцию, то вы получаете бонус отсюда, бонус отсюда. Все это тоже соединяется. Бонусы урана тоже определенным образом. Уран нельзя хранить, если у вас нет шахт. Но если вы построите несколько шахт, то добыча урана увеличивается. Уран можно превращать в людей, люди можно превращать в деньги. Если у вас чего-то не хватает, например, у меня в этой партии я построил 4 шахты урановых, вот эти красные, это мои. И у меня урана было много. И когда у меня был кризис с рабочими, я просто направо и налево швырялся ураном, превращая его в рабочих. И как-то более-менее вытянул. Если бы этой возможности не было, ну было бы тяжко. И еще один момент, третий, который здесь, ну не уникальная фишка, но тоже очень хорошая, это плавающий триггер конца игры. Он здесь определяется самими игроками. И когда я впервые с этой механикой встретился в Виндикейшн, я был прямо очень впечатлен. Кто смотрел мои летсплеи по Виндикейшн, думаю, помнит мои восторги от такого, от такого новаторского подхода к концу игры. Здесь это не так хорошо сделано, как в Виндикейшн, потому что там они вообще приходят неожиданно и по-разному, и немножко, конечно, добавляет это приключенческого духа. Здесь нет такого приключенческого духа от концовки, они всегда заданы одинаково. То есть у вас есть пять триггеров конца игры, и в зависимости от количества игроков должно сработать определенное их количество. То есть на троих мы должны были стриггерить три конца игры. И первый, допустим, самый простой, кто-то дошел до 70, получает отсюда победные очки за то, что он стриггерил, ну и этот триггер активировался. Какой еще триггер? Все контракты кончились, триггер. Все плашки действий кончились, триггер. Что-то еще было. А, все действия, вот где красный значок такой нарисован, это как раз триггер конца игры. И когда вот это все срабатывает, три, у вас остается один последний ход, и вы доигрываете. И с одной стороны это такой триггер, который может затягивать игру, может затягивать игру. Ну не зря же мы так долго играли. А с другой стороны иногда его можно форсировать принудительно, чтобы ускорить игру, когда вы видите, что вы побеждаете. Это очень хорошая методика подхода к концу игры. В Indication все-таки, на мой взгляд, это лучше сделано, но там приключенческая игра отчасти, поэтому там можно такую рандомную. Так как эта игра не рандомная, то здесь карточками нельзя такое делать. И вот такой режим триггеров, он прямо для данного евро очень хорошо сделан. в общем, по механике не буду говорить, потому что реально это очень комплексная игра, и вот такое мое сумбурное и краткое описание, оно даже наверное половины не объяснило нюансов и каких-то особенностей комплексности этой игры. Но думаю по этому описанию, если вам подобное интересно, вы дальше уже сами разберетесь. Поэтому в третьей части этого видео я просто расскажу о собственном впечатлении, о своем мнении. Игра мне очень понравилась. Я вообще любитель итальянской школы, мне очень многие игры заходят теоретически, да, мы в них не особо играем, но это связано больше с моей игровой ячейкой, а не с моим личным желанием. Я бы в такое играл периодически, но тем не менее я могу сказать, что игру сравнивают с брасом и с плотиной, но брас намного семейнее игра, то есть если вы не хардкорный евролюбитель, то конечно эту игру я бы не смог рекомендовать. Она и сложная, и она абсолютно безрандомная, и для кого-то это плюс, но для семейной игры это большой минус. Когда вы в брасе играете, там очень много зависит от того, какие карты пришли, и там есть фишки, которые направлены именно на семейную веселость, когда вы крадете друг у друг ресурсы, когда вы строите иногда линию просто чтобы забрать пиво другого игрока. Здесь уран, если вы построили, никто вас не заберет, это ваш личный уран, он лежит на вашей шахте, пока вы не используете. Но при этом здесь есть некоторое взаимодействие, не такое как в семейке, в хорошей веселой семейке, а евровое взаимодействие, когда вы можете вдвоем строить дорожку. Это единственное здесь взаимодействие. И даже этого взаимодействия достаточно, потому что вы можете обрезать другому путь, вы можете построить постройку, которую он мечтал, забрать контракт, который он мечтал, меня подрезали, например, я копил-копил на определенный контракт, и у меня прямо перед моим ходом, когда я его готов был забрать, забрали. И зло играть в эту игру тоже можно. Но здесь нет вот такого семейного веселья, когда рандом вам добавляет такого лайтовости. Это хардкорная евро, несмотря на то, что по правилам оно не самое сложное, особенно когда разберешься. То есть вот после первой партии все в голове укладывается. Да, первую половину партии мы все втроем играли наугад. Я, по крайней мере, выставлял, что попало, более или менее по брасовским правилам, и потом только к концу где-то партии у меня начало складываться, что где связано и что где работает. И вторую партию уже гораздо осознанно не бы, конечно, играл. То есть это не семейка. Это все-таки хардкорная, тяжелая и очень красиво устроенная евро. Механика, на мой взгляд, сделана очень классно, надергана отовсюду, но есть три фишки, которые отличают эту игру от подобных евро. Это фишка с плашками действий, которые превращаются в дорожки. Это плавающий триггер конца игры. И вот это вот дилемма, когда вы постоянно решаете, куда эти действия потратить. То есть вот это, о чем я вначале говорил, когда у вас выкладываются плашки действий, вам их с одной стороны нужно здесь копить, а с другой стороны нужно выкладывать, потому что без дорог тоже никуда. Вот эти три вещи, которые я отметил. Что по недостаткам? По недостаткам наверное основной для меня, но не очень важный для большинства это то, что игра абсолютно не атмосферная. Она воспринимается как больше абстракт, как очень интересная головоломка, но тема особо не чувствуется. Хотя она здесь хорошо привязана, но она не настолько атмосферная, как не знаю, тот же брас или плотина, где атмосфера чувствуется помимо механики. Здесь ничего не чувствуется. Даже вот в процессе игры я заметил, что ни разу мы не упомянули о том, что мы запитываем электростанции, развиваем свою энергосеть. Один из игроков просто говорил ну давай зажгем здание, то есть у него не запитать, не дать энергию зданию, как по тематике, а просто зажечь, потому что на плашке нарисована молния. Вот настолько она не атмосферная, что даже забывается основы сеттинга. Вот в целом к недостатку можно наверное отнести еще и сложность довольно высокую, а в остальном игра прям достойна своего хайпа на мой взгляд.